На просторной парковке большое зеленое пятно сильно выделяется, но для использования в городских условиях маскировочные сети и не предназначены. А вот в зоне проведения специальной военной операции это вещь незаменимая, способная спрятать от вражеских глаз даже крупную технику. Блиндажи, где отдыхают солдаты. Сети занимают большую часть гуманитарного груза, который готовится к отправке к месту дислокации бойцов. Как мобилизованных, добровольцев, так и контрактников из Пензенской области. Мы рады, у нас чисто радость, что есть такие люди, которые помогают нам во всех моментах. И хочу сказать одно, людей больше. В этот раз данное транспортное средство тоже является частью гуманитарной помощи. Новенький у вас патриот, который совсем недавно только сошел с конвейера. Как выражаются сами военнослужащие, аппарат бодрый. Легендарный внедорожник, тем более его еще усовершенствуют непосредственно у линии соприкосновения. Уже сами военные обвесят пикап бронелистами, перекрасят кузов, ведь автомобиль должен быть максимально незаметным для врага. Транспорт доставит прямо к линии соприкосновения. Там, где бойцы выполняют самые непростые задачи. В данное место будет устанавливаться крепление для станкового пулемета «Утес», я думаю. Ну и ребята будут пользоваться им в разные направления. То есть он на 30 градусов, по идее, должен поворачиваться? То есть получается, это автомобиль как раз-таки непосредственно для разведки, скажем так, для участия в боевых действиях? Именно для этого. Но мало скрыться от глаз дрона. Птичку, так называют военные беспилотники, необходимо обезвредить. А лучше аккуратно посадить на землю, чтобы потом использовать уже самим. Для этого применяют специальное оружие. Часто ружье вообще в руках держите? В последнее время, да. Действует оно так. Просто включаешь, нажимаешь кнопки, направляешь на дрон, нажимаешь спуск, то есть на кнопку и плавно его управляешь. Одно такое ружье стоит более 400 тысяч рублей в зоне СВО. Их требуется невероятно много. Это очень дорогое удовольствие, и оно очень современное, оно усиленное, оно поможет ребятам этот дрон противника посадить. Помог нам приобрести предприниматель из города Москвы, который очень много нам помогает, и тепловизоры присылает, и антидроновые ружья, и обувь. Замечательный человек, мы очень ему благодарны. А средства на внедорожник выделил бизнесмен из Бессоновского района. Машина идет по назначению хорошим парням. Пускай катается и служит, и принесет, может хотя бы на волосинку она придвинет победу к нашему порогу. Уже в ближайшее время всю технику волонтеры лично доставят в зону проведения специальной военной операции.